Привет, Кирилл! Привет! Начнем наше интервью. Расскажи о самом ярком воспоминании своего детства. Учитывая, что мы очень жаркие погоды, самые яркие воспоминания приходят от конкурса одного, когда после выступления мы все сидели в... все начинали в комнате, вот в телевизионный конкурс и всех уже начали награждать, прошли уже по всех категориям, я тогда представил среднюю категорию, и я ждал свою фамилию, потому что всех награждали, а я еще остался, получается, просто где-то в стороне. И тут в конце объявляют, что Кирилл Габановский гран-при, и я вышел с вами награждать, и я тогда просто был в шоке. Мне подарили такого большого мягкого льва, очень большого. Ну и такое воспоминание очень яркое для меня, это поездка в Артек, я тоже выиграл на конкурсе, у меня все как-то связано с каким-то событием. Артек это очень круто, это море впечатлений, я познакомился с друзьями, с которыми мы по сей день общаемся, и там просто даже некогда было отдыхать. То есть сам Артек, он просто кишит приятные воспоминания, потому что, ну например, сначала я с друзьями пошел, пошел на теннис настольный, мы там играли, все было классно, а потом боюсь она особо, и я был привлечен в астрологию. Пришлось выучить там кучи созвездий, чтобы на ночных наблюдениях это было, что рассказать. А вот расскажи, ты часто участвовал на конкурсах, правильно, мокальных? Для тебя всегда было важно занимать призовые места, или для тебя важно было само участие? Как бы ни говорили, что главное участие, все равно было стремление победить, стать лучшим, да, и для того конкурс и есть конкурс, чтобы на нем выигрывать, это же соревнование своего рода. То есть ты по натуре лидер? Я хочу, да, хочу так даже сказать. А в каком возрасте ты понял, что хочешь именно заниматься вокалом, именно быть артистом? Я с каждым выступлением и сейчас начинаю просто понимать, что, допустим, в детстве я хотел быть просто певцом, потому что я понимал это именно только так, что вот артист — это вот чисто вот пипец. Потом я стал постарше, и я стал понимать, что я хочу быть музыкантом и к этому стремиться. Сейчас как-то пришел такой момент, когда я хочу уже не просто быть певцом, и быть музыкантом. Я хочу, я сейчас работаю над тем, чтобы быть артистом. Поэтому каждое выступление, оно что-то дает, понимание себя, что делать дальше — это такой свой маленький рюкзак, который ты несешь за собой по ходу всей жизни, по ходу всей своей карьеры, всей деятельности. Но самое главное то, что каждое выступление — это новый какой-то перекресток, и там уже выбираешь, либо ты хочешь этим дальше заниматься, либо ты открываешь другую дверь, или что-то пробуешь другое. Поэтому я как-то просто всю жизнь иду только в одну дверь, только выехать. А вот ты посещал какие-нибудь мюзиклы мировые, может быть, с гастролями и так далее? То есть как зритель? Как зритель я, к сожалению, был в одной поездке, я не смог приехать на Ноттедам, который когда-то и на Моцарт, который был буквально года полтора назад. Год-полтора назад на Моцарт. Я очень хотел пить, потому что это одно из такого, что взорвало по своим спецэффектам, по своим составляющимся мюзикл, потому что немножечко стало это переформатироваться сама программа. Но мне повезло участвовать. Я участвовал в Киевском театре Камильфо, который сейчас уже набирает достаточно популярность. Они в июне или в мае, я уже не помню точно, я звонил главного режиссера Станислава и поздравляю. У них была премьера мюзикл, на которой мы тогда начинали работать вместе. И я играл роль Кеннеди. Это мюзикл Мерменом Роб, который они презентовали. Но насколько я знаю, буквально 25 июня у них была программа посвященная памятник Майкл Жэксона. Мне повезло участвовать. А расскажи, какой у тебя любимый мюзикл? Который можешь выделить для себя больше всего? Может в плане душевного, в плане артистизма? Я думаю, что мы сам уже Нотердам брать не будем, потому что это такое, это самое первое, на что я посел. Я могу очень сильно выделить, мне очень близко катонизм, по моему типораменту, но мне близко к мюзикл, тоже французский. Кажется, 99-го или 2001-го года. В главной роли Броно Пельтье играет Раку по прямому стокеру. Очень такая интересная, несмотря на то, что у них там достаточно маленькая сцена, достаточно как, но не такая полнометражная, как на Нотердаме. Очень они забавные, ну не забавно даже, они очень круто сделали световую гамму, смена декораций прям участниками, или, ну, очень хорошо продуман, очень классно скажу музыкально, ну и просто это, энергетически очень, не знаю, даже в какой-то степени очень сексуальный музыкальный, если будет возможно. Я упомянул, что любишь французские, в основном мюзиклы, да? Расскажи, владеешь ли ты французским языком? Если да, в какой степени? И если да, то может быть еще какими-то языками владеешь? Я... Конечно, да. Я, конечно же, изучал разные языки в школе русский, украинский, английский. Спасибо! Английский, и у нас был выбор где-то в классе шестом, седьмом, либо идти на французский язык, либо на немецкий. Я был одним, одним единственным парнем из половины класса, нас было человек 12-15, который просто сам добровольно говорит, я хочу идти на французский. Всех остальных потом согнали с немецкого, потому что все слушали тогда Рамштайн, например, Духас. И... И вот... Ну, Франция прекрасна. Во-первых, сам язык вообще с него начинается. Это действительно язык любви, он похож, очень сроден украинскому языку. и... Ну, что-то в этом есть. Угу. А почему ты выбрал именно проект X-Factor, а не, например, Голос страны, и так далее? Я очень долго ездил по конкурсам, по-различным, и могу просто сравнить, ну, у вас страны с какой-то конкурсной больше программой, вот то, с чем я уже сталкивался. То есть, артисты работают со своими подопечными тоже, с молодыми артистами, скажем так, над технической подачей песни, над ее составляющими, над просто именно донесением музыкального материала, хорошего, качественного музыкального материала. А проект X-Factor это... Это, в первую очередь, это новый опыт, очень большой, потому что, представьте, мы четыре месяца, четыре месяца жили на острове, на котором нам постоянно давали высший пилотаж, мастер-класс. Это... У нас было очень много подготовок. Хореография, сцен движения, мы учились, познавали в работе, как работать с камерами, мы очень сильно разбирали, именно внедрялись в песню, чтобы полностью ее примерить на себя, не просто технически ее сделать, классно там все показать, я успел, а так ноту взял, ага, отлично. А именно саму суть, глубину, вот именно артист. Вот именно поэтому вот, мне сам проект, ну, очень много дал. Очень много дал, и я очень благодарен всей команде. Например, вот мы занимались хореографией, там, и я для себя многие какие-то моменты стал отмечать именно. И сейчас я продолжаю, после проекта, заниматься хореографией, потому что мне это помогает дальше. Я занимаюсь, так сказать, с выходцем, с проекта «Первотанцуйцы» с Николаем Боченко, который руководитель очень замечательного балета. поэтому, если, кстати, будет возможность посмотреть, это круто, это очень круто, это замечательно. Это танцор, это замечательный постановщик, и просто человек классный. А ты считаешь, что талант-шоу дают толчок все-таки какой-то популярности именно к тому, чтобы приблизиться к цели стать артистом? То есть все-таки можно без талант-шоу попасть в мир шоу-бизнеса? Мир шоу-бизнеса попадают в люди разными какими-то путями. Но самое главное то, что шоу, во-первых, шоу это не просто именно хороший опыт, это плюс еще просто понимание себя. Потому что, когда приходит за вот этот огромный, колоссальный, крутой мастер-класс, приходит просто понимание, что делать дальше и как делать. То есть, кто-то начинает заниматься больше чисто песенными, ищутся разные стили. И просто находишь себя, что тебе больше интересит. Ну, я думаю, что я много взял от проекта. А не скучаешь сейчас по проекту? Если бы была возможность вернуть время назад, захотел бы повторить этот шанс? Повторить? Нет. Я бы хотел что-то дальше, что-то другое. Мне интересно что-то новое. Потому что время отдать нельзя и я с уверенностью могу сказать, что это для меня прошло хорошо, поэтому что-то менять я абсолютно не буду. А поддерживает Ваши отношения с кем-то из участников шоу? Конечно. Мы общаемся. Ну, конечно, мы общаемся не со всеми прям, но очень со многими просто постоянно созваниваемся периодически, встречаемся. я недавно был в Питере, где-то недели 2-3 назад. Мне приглашали украинские жители в Петербурге. Вот. И в этот момент совпало, что было день рождения у Лесима такой. Я позвонил, говорю, Леска, будет классно, я хочу с тобой увидеться. Бас, она да, давай мы с тобой увидимся. Только вот у меня, когда началось день рождения, у меня концерт. И так совпало, что именно в этот день у меня концерт, у нее концерт, поэтому мы как настоящие артисты просто не смогли встретиться. Но она позавчера приехала в Киев, мы сразу пришли гулять по Киеву. Про день рождения. Расскажи, как ты любишь отмечать свои дни рождения? Больше с друзьями или все-таки больше спокойненько в семейном кругу? Так получается, что на многие мои дни рождения я где-то был. То есть у меня либо была работа, либо были какие-то мероприятия, поэтому дома просто я не успевал сидеть. конечно же круто, когда есть какая-то тусовка, но было бы круто, чтобы эта тусовка была друзовская, очень близкая, потому что повеселиться лучше в своей привычной компании. У тебя много вообще настоящих друзей? которые могут приехать в 3 часа ночи и привезти тебе аспирин? я думаю, я уверен, что много, но самое главное, что я с уверенностью могу сказать, что у всех этих людей я такой же друг, потому что я допустим прилетаю где-то часа вот правильно в 2-3 ночи только в Киев, и я звоню, давайте пересечемся, сейчас я заеду, давайте увидимся, потому что мы редко пересекаемся, в свободном времени мало у всех, и я залетаю, мы начинаем тумяться, жарить, общаться, как слетал, и это все так на достаточно длительный период. Ага, а как ты любишь проводить свое свободное время? Тебе нравится активный отдых, или все-таки ты больше такой любитель посидеть дома, отдохнуть, почитать книжечку? Что тебе ближе? Мне ближе мне ближе встретиться с друзьями, сейчас так стало, что свободного времени почти нет, уже так очень давно, я вот все думал, думал, ну, на проекте сейчас, сейчас, когда закончится проект, и будет время немножко отдохнуть, и так вот оно затянулось, потому что я учусь в двух университетах, и как раз попал на зимние сессии, поэтому у меня зима была очень жаркой, и как-то оно все одно, одно на другое, третье на другое, и так далее, и вот до сих пор как-то я не понимаю, когда же уже, чуть-чуть стоп, и свободные дни, но вот у меня намечается, в конце июля, есть одно мероприятие в Картотах, поэтому я обязательно там найду пару деньков на отдых, и я планирую с друзьями, которые живут в Грузии, мои коллеги по музыке, по сцене, мы все планируем совместный проект именно в Грузии, поэтому я тоже найду пару дней, чтобы это... Ага, вот в твоих соцсетях всплывали фотографии, где ты там, у меня жизнь на солнышке, и так далее, расскажи, что это была за поездка, и как там все происходило? Куда едешь? Поездка была очень крутая. Я привез золото с конкурса, который называется «Балтий пояс», на нем принимало участие более ста участников из пятнадцати или более стран мира. Это выдалась очень такая приятная поездка, Украина, во-первых, привезла золото и в старшей, и в младшей категории, и, конечно же, море впечатлений, прекрасный отдых, прекрасное море балтийское, потому что в конкурсные дни я не мог выбраться на пляж, потому что это все очень ответственно, очень серьезно, конкурсанты сильные, и только в день, уже освободившись, я полдня успел поваляться, собственно, тогда и на фото все повыставлял, потому что хотел появиться, потому что столько было всяких эмоций, это уже было после, после награждения, после вручения. И, ну, я познакомился со многими людьми, с очень приятными, которые постоянно улыбаются, которые всегда на хорошем настроении, лето, жарко, солнце, море, пляж, и разобщались с членами жюри уже по завершению этого вручения. Я получил приглашение выступить в разных странах, в Финляндии, в Армении, в Грузии, поэтому скоро планирую туда уже выбираться с концертом. А что исполнял на конкурсе? Какую композицию? Я исполнял две композиции на конкурсе. У нас было по положению два хита. Первый хит на выбор, второй мировой хит. как хит на выборы я взял свою любимую песню «Любленки Фумай», которую вы уже 7 раз слышали. Вторая песня на второй конкурсный день была тоже одна из моих любимых песен. Это песня «Зукера» «Мизерера». Вот так. А сколько раз в неделю ты занимаешься вокалом? Ты занимаешься сам или с преподавателем? Я занимаюсь сам или с преподавателем. Ну, наверное, можно так сказать да, как каждый день. Ну, потому что есть с педагогами разные технические моменты, чисто поддержание себя в форме, это репетиция, чтобы аппарат сохранял хорошее можно так сказать сравнить было с музыкальными инструментами, чтобы он правильно работал всегда, быть в форме. Второй момент это когда просто какая-то идет репетиция чего-то нового, поиски, какой-то творческий процесс. Плюс подготовка, конечно, концертная программа, подготовка по выступлениям, сами выступления. Ну, и, наверное, между всего этого я еще успеваю попеть просто для удовольствия. А вот, когда, допустим, болеешь, да, какой рецепт можешь посоветовать, чтобы быстро привести голос горла в порядок? Как ты лечишься? К счастью, я болею редко, но когда что-то такое случается, горячий чай, лимоны, мёд и очень, очень помогает сон. Сон и покой. Голосовой режим, голосовой покой это самое лучшее лекарство. А какой любимый напиток у тебя? Чай, кофе. Сок. Да, я люблю репутовый сон. Скажи о своих преподавателях вокала. Кто эти люди, да, и что они тебе именно дали в плане развития? Мне очень повезло. Я всегда работал, всегда так жизнь у меня сводила с замечательными педагогами, с великими педагогами. Началось всё с с депутата Наталья Николаевна, это руководитель коллектива, в котором я пел до переезда в Киев. И её ученики выступали, когда-то работали с Атлаймой Вайкуле, работали как «Копе четыре короля» и продолжают работать сейчас за короницей. Потом, когда я переехал в Киев, поступил в Киевский институт музыки в Ниглиера, я попал в класс к выдающемуся педагогу, Крусовой Татьяне Николаевне. И я имел возможность у неё очень многому научиться, я ей благодарен. Её ученики вам тоже наверняка известны, это Вася Бондарчуктина, Злата Огневич Бужинская. Потом я попал на проект и познакомился с Галиной Юрьевной Голдевой, и Лобода Максбарских Панайотов тоже. Это замечательные все. И люди, они очень интересные, и очень классные педагоги. Ну, сейчас я продолжаю учиться в классе народом артиста Украины Ила Гобула. Я думаю, что он не нуждается в какие-то дополнительные, потому что все наверняка знают это имя. Расскажи о своей музыке, о своём творчестве. Что ты сейчас готовишь, чем занимаешься? По поездкам к друзьям. Совместный проект в Грузии с музыкантами. И, знаете, меня пригласили на этот мероприятие, который состоится в августе месяце, проходящий в Одессе. Это будет концерт детей, которые победили рак. И я рад, что буду петь с девятилетней девочкой, такой мужественной. Поэтому у меня очень хороший партнёр был по сцене. Это будет происходить в концертном зале «Ренессанс». Такие ближайшие, самые ближайшие и глобальные планы. Ну, об остальном я, пожалуй, не буду говорить, чтобы это, возможно, скоро стало сюрпризом. А ты пишешь сам песни, сам музыку, или всё-таки прибегаешь к помощи авторам песенников? По мере того, что я пишу сам, я, конечно же, общаюсь с разными людьми, с разными музыкантами. Поэтому это больше творческий процесс. Неизвестно, что откуда прилёт. А что для тебя творческий процесс? Ты только что упомянул об этом. Как это происходит? Что тебя вдохновляет на то, чтобы создать что-нибудь новое для себя в плане артистическом? Творческий процесс – это что-то неуловимое. Это очень воздушное то, что не подаётся каким-то описаниям и рамкам. Это помимо того, что там пришла муза «Вдохновение», что уже есть хорошо, это, конечно же, когда собираются, допустим, те же друзья и начинают обсуждать, кто-то напел какую-то там просто чуть-чуть, какой-то джем происходит совместно и… Стоп! Родилась! Ну, где-то, где-то так. А кого из шоу-бизнеса мирового, да, ты бы мог выделить для себя? Кто тебе ближе всего там по духу, по музыке, из мировых уже личностей? Мне очень сложно на чем-то остановиться, потому что я слушаю и мне нравятся абсолютно разные стили и разные исполнители, группы. Поэтому именно остановиться на ком-то одном – это очень сложно. Ну, назови хотя бы пару имён, которых слушаешь, допустим, чаще всего. Чаще всего? Да. Ну, так как у меня плейлист постоянно обновляется, мне очень нравится, если не брать инструментальную музыку, мне нравится типа радио хэд, мне нравится джек-бакли. Я люблю прогрессивную музыку и даже немножко послушаю пасетку. А какой у тебя рингтон стоит на мобильном телефоне? Можешь продемонстрировать? Да, конечно. У меня стоит песня замечательной группы под названием «Limp Bizkit». Песня называется «Rolling». Когда-то в 95-96 году, когда были съёмки клипа, это стал одним из самых главных таких достижений в клипной индустрии, потому что съёмки с вертолётами. В общем, посмотрите клип – это очень крутой трек. Ну, теперь слушаем и наслаждаемся. «Лimp Bizkit» Сейчас будет первая фраза, слушаете? Зато я этот будильник и звонок слышу, где бы он ни лежал. Ну всё, музыкальная пауза. Здорово. А какой тебе стиль в музыке ближе всего? То-сюда классика, поп, не знаю, рок? Ближе всего мне просто по духу, по моим музыкальным предпочтениям это поп-рок, поп-соу. Это вот те направления, в которых я планирую дальше. Ну и, конечно, мы не будем забывать о мюзиклам, потому что я уделяю этому очень много времени, и я бы хотел пробовать себя и в этом направлении дальше, конечно. Ты как бы публичная личность, публичный человек. Расскажи, что ты хочешь донести зрителям, когда выступаешь на сцене в первую очередь? О, приходь. Знаете, слушатель — это для меня, в первую очередь, друг. И самое главное, что бы я хотел делать, выступая для всех них, это просто дарить какие-то приятные моменты, дарить счастье, дарить радость, чтобы трогать их души, трогать их сердца. И любое моё выступление — это просто на самом деле чисто диалог. Диалог со зрителем. То есть ты выходишь на сцену и просто вот общаешься со зрителем, правильно? Да, через музыку, да. Через музыку — это такой мозг, который соединит любые сердца. Ага, здорово. Расскажи, любишь ли ты светские мероприятия? Светские мероприятия, знаете, очень мало свободного времени. Я даже иногда скучаю по старым временам, когда были всякие разные тусовки, поездки. Но знаете, я очень люблю свою профессию, свою работу, поэтому мне абсолютно не сложно иметь только такой график, потому что где бы я ни был, я всегда получаю море удовольствия и получаю кучу новых впечатлений, знакомств, поэтому это время проходит очень ярко. А если выбирать между светской тусовкой и встречей с друзьями или семьёй, я, когда где-то нахожусь, я очень быстро успеваю соскучиться по дому. Но когда я приезжаю домой, я понимаю, что надо звать друзей очень близкой, потому что вот этот вот диалог не просто по телефону или по переписке, а глаза в глаза очень, во-первых, приятно встречаться, а во-вторых, можно устроить светскую тусовку прямо у себя дома, и будет вообще отлично. Расскажи, как проходят для тебя те моменты, когда ты приезжаешь домой, как ты встречаешься с близкими? Что это для тебя в первую очередь? В первую очередь тоже домой. Как можно описать слово «дом»? Словом «дом»? Ну, «дом» — это «дом», а вот именно «дом». Это просто куча уюта, куча тепла, куча любви. Это сразу «всех». Для тебя это самые приятные моменты, правильно, получается? Это одно из самых важных, по-прежнему. Ты можешь назвать себя трудягой? Прям, ну, трудягой, я не знаю. Насчет трудяги… Я не сижу на месте, это точно. Потому что просто у меня не получается. Я не люблю скуку, поэтому я постоянно что-то делаю. Но назвать себя пчелкой друженицей, потому что пчелы устают. Я не устаю, вообще не устаю, поэтому я иду только со скоростью, не знаю, со скоростью света. А с какой цитатой ты идешь со скоростью света для себя? С цитатой. Вот. В нашей жизни все быть может. Только то не может быть, что быть может, быть не может, остальное может быть. Это, конечно, сложно понять, но я уверен, что у всех получится. Если бы о тебе писали книгу, какого ты бы автора хотел, чтобы он о тебе написал? Это может быть современник, это может быть, не знаю, Пушкин? Я думаю, что больше современник. Современник? Да, я думаю, что больше, да. Я бы там как-то ни разу еще не задумался. А вообще ты любишь читать? Или все-таки… Я читаю, да, разную литературу, но как-то вот конкретно… Выделить кого-то. Конкретно, выделить кого-то, я бы этого не делал, потому что, ну, это такой момент сам. Ну, ведь у всех свои какие-то разные предпочтения. И книжка, когда ты берешь ее с полки, просто уже чувствуешь, как так, ну, что-то в ней есть или чего-то в ней нет. Есть ли какая-то магия? А потом, когда пролистываешь страницу и что-то тебя там заинтересует, просто ее запах, возможно, потому что там мне как-то не нравится, иногда как просто пахнет. Или когда вот что-то, какое-то предложение или какая-то вставка. То есть, что-то если цепляет, значит, это твоя книга. Все. Все разоброчено. Хорошо, с книгой решили. А что касательно фильма? Ты знаменит Эрцист Уже, да, например. И говорят, снимаем о тебе фильм биографический. Какого бы актера взял на роль себя? А почему бы я не смог бы сам сыграть? Я бы хотел сам тогда поучаствовать в съемках, потому что мне кажется, что я бы справился. Сам с собой я уж точно справлюсь. Да, то есть лучше меня не покажет никто, чем я, да? Я думаю просто, если я даже кого-то вот с удовольствием буду видеть условно своей роли, давайте предположим, то мне кажется, меня этот человек будет просто выводить из себя. Хорошо. А давай поговорим о твоем стиле в одежде. То есть, ты довольно стильно одет, да? Спасибо большое. Даже сейчас возьмем. Скажи, ты сам выбираешь себе одежду или все-таки тебе кто помогает в этом? Я сам выбираю одежду, иногда советую с друзьями, чисто, потому что как без друзей, когда видишь какую-то классную, какую-то смешную, и тебе вроде бы нравится, а я говорю, нет, ну типа... Или наоборот тоже, когда мне кто-то из друзей присылает, я говорю, ну а под что? И начинаю так обмениваться. Ну, в основном, в принципе, я одеваюсь сам, потому что, ну, стилистом со мной сложно. Почему? Для меня очень важен комфорт. Это такое, одно из таких понятий. Ну, а во-вторых, я... У меня есть свои любимые какие-то штуки, какие-то свои вещи. Ну, знаете, как у всех людей есть какие-то там свои вещи. Я, например, люблю сережку пейстерик, я люблю разные одежды, я люблю там... У меня есть несколько любимых вещей, которые просто в повседневной жизни я люблю носить. И есть тоже любимые вещи в костюмах. То есть, например, вот одна вещь, в которой я выступал с мизерерой на конкурсе «Балтикольс», она, возможно, и она тоже мне перестал удачу. Угу. А вот ты любишь ходить по магазинам? Не совсем. Я не люблю мотаться, я не люблю уметь эти вещи, мне не нравится. Посмотреть, что-то красивенькое, да... Я очень расстраиваюсь, когда я не могу ничего найти. Когда мне что-то очень нужно, и когда я просто не могу это найти. Мне это расстраивает. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, правда. Потому что я потом просто... Ну, окей. Ну, не вышел. Поехали дальше. Угу. Можешь поделить какую-нибудь сеть именно для себя? Какая для тебя на первом месте? Там, не знаю, Фейсбук, Кондакт, Инстаграм? Чисто вот по коннекту с миром и с людьми, я больше всего признаю, конечно, только телефонную книжку. Соцсети, я уделяю им внимание в той или пони, или в более мере, по возможности чисто равно распределяю и Контакты, и Фейсбук, потому что разные люди у меня в разных соцсетях, поэтому я общаюсь с ними. Ну, а с теми друзьями, с которыми я больше гораздо общаюсь в своей жизни, я им лучше позвоню просто, мне не нужно было писать. Угу. То есть можно сказать, что ты не очень, да, любишь соцсети, правильно? Как? Или все-таки... Я не знаю, как можно любить интернет просто. Просто как можно испытывать слово «любовь», потому что нет, ну, очень четкие понятия. Вот. Но интернет не входит в слово «любовь», чисто просто это разные вещи. Интернет – это здорово, это круто, можно что-то интересное пообщаться, классная музыка, но слово «любовь» к интернету – нет, это интернет. Давайте будем проще на него смотреть. И мне не нравится, когда люди постоянно селеглацуют, мы собираемся, двуси в компании, кто-то начинает, и все заднихали такие, «Так, эй, ты что, типа айфон такой?» Так, положи его на полку, все. Ага, вот ты только что упомянул слово «любовь», да? Расскажи, что для тебя значит это слово, как бы ты для себя его, так сказать, открыл? Для себя его был? Ну, открыл в плане смыслового. Ну, то, что мы к интернету, и вообще его не привязываем, это уже всем понятно. Ну, «любовь» – это семья, «любовь» – это дружба, «любовь» – это Бог, «любовь» – это музыка. То есть это… «любовь» – это жизнь, «любовь» – это любовь. Ну, это очень разностороннее такое понятие, очень глубокое, о котором, как ни крути, никто никогда не даст точно более определения, как, допустим, я когда-то читал статью, что «любовь» – это болезнь, а… и там какой-то нонна. Потому что там четко описаны синдромы влюбленного человека, и даже, якобы, представлено это очень глубоким, но не говорится, что это очень хорошее такое заболевание, поэтому болейте любовью. А давай поговорим о твоих поклонниках. Вот, расскажи, какие у тебя отношения, допустим, с своими фан-клубами, как часто вы встречаетесь, может быть, какие-нибудь казусные моменты были? Я вообще не люблю слова «поклонники». Потому что люди, которые меня слушают, которые приходят на мои концерты, я бы назвал, что это больше зрители. Зрители и слушатели, вот, и, конечно же, друзья, потому что, когда я делаю на выступление, я не просто рассказываю, как там, как прекрасно мне поется на сцене, или как прекрасно там, что в песне происходит. Я стараюсь поделиться тем, что я испытываю в момент песни. Поэтому я думаю, что, судя по аплодисментам на концертах, у нас с ними достаточно теплые отношения. А расскажи, как начинается твой день? Вот ты просыпаешься, и что дальше? Отлично начинается! Начинается он с будильника. Я ложусь достаточно поздно, и когда начинает звонить будильниру, у меня начинается борьба с собой и с ним. Я могу бросить к нему подушкой, чтобы он не звонил, поэтому я их достаточно часто меняю. И, ну, это такая борьба, потому что мне так не бросится вставать, а он играет. И я с собой некоторое время разговариваю, а потом просто начинаю вспоминать так, что же меня ждет хорошего в этот прекрасный там, солнечный, либо дождливый день. От погоды ничего не зависит. И я начинаю вспоминать так, что куча хороших моментов, куча всего хвоста. И? С удовольствием большим встаю. Встаешь и? И? Дальше. Чищу зубы. И? И пью кофе. И одеваюсь. И умываюсь. И? И умываюсь. И? И? По графику давай. По графику? И, ну, он каждый день разный. И пробежка, и зарядка, и потом я еду в транспорте, как долго, потому что стараюсь в город не выезжать на машине. И что дальше? Давайте, пусть мой график будет в моей записной книге. Все мальчики любят хорошо покушать. Расскажи, какую кухню ты предпочитаешь, может быть, даже умеешь сам готовить? Я люблю готовить, я больше всего люблю мясо. Да, это правда. Как говорят мои друзья, которые все остались живы, что я недостаточно неплохо готовлю. Абсолютно разную еду мне доставляют от удовольствия. И сейчас так жарко, что я вот задумываюсь над тем, чтобы скоро сделать окрошку. Это одно из моих любимых вообще блюд. Это холодная, классная, вкусная штука. А какое у тебя фирменное блюдо, может быть, которое ты готовишь? Я с гордостью могу сказать, что я делаю обмен на шашлык. То есть с тобой хорошо ходить в поход? Абсолютно. А вообще ты любишь выездить на природу? Я обожаю выездить на природу. Я даже год назад, в августе, ходил в Карпатах в поход с ночевкой на несколько дней. И по ходу поездки мы попали под громаднейший ливень. Спрятались в палатку, уже у нас затух и стер. Но мы не унывали, мы общались, грелись и смеялись. Было классно, что мы тогда классно провели время. Но самое забавное, что мы там встретили в лесу медведя. В настоящее время это было, это было просто ангель его было. Ага. А ты можешь назвать себя экстремалом? Или все-таки больше такой спокойный? Нет, спокойствие вообще слово такое, которое мне мало знакомо. Я планирую даже в скором времени прыгнуть с парашютом. Просто вот, не доходят руки до этого. Не доходят руки, но ничего. Надо, чтобы, видимо, ноги дожгли. Прямо этого момента. А скажи, любишь ли ты там всякий, вот, вижу у тебя браслетик, да, вот, подвесочка. Что для тебя не значит, вот, например? Ну, в которых это струна. Это гитарная струна. Подвесочка ничего не значит, просто чтобы что-то на ней телепалось. Я люблю браслеты, я люблю браслеты из кожи. Мне нравится вообще такой глэм-рок. Но вообще стараюсь одеваться я чисто по сезону, по погоде. Потому что, как бы, в глэм-роке сейчас в такую жару особо не походишь. Поэтому я перешел на более удобные майки. А вот если поклонница тебе, например, дарит вот тот же браслет и так далее, ты будешь носить или все-таки положишь его в полочку, чтобы оно лежало? Будет, смотри, а будет ли он подходить мне по просто моим вкусам, либо просто под какой-то именно, ну, определенный комплект одежды, потому что они постоянно меняются. Ну, я думаю, что, ну... В принципе, носить будешь, правильно? В принципе, конечно. Ага, просто, знаешь, есть такие артисты, которые вот мне подарили поклонниц, а я не буду носить. Там связано с Энергеником. А куда это девать? А куда это девать? Это надо использовать, зачем это приятно. Ага, а какой самый такой вот яркий, неординарный подарок тебе дарили твои поклонники? Подарок самый такой, который просто меня пищевел, это привезли такую огромную коробку на мой день рождения. И я начал распаковывать. Мне же интересно, когда было это все красиво запечатано. Ну, я, получается, отрезал ленточку, начал разрывать какой-то приз, таким удовольствием эту бумагу, которая хрустела. И открываю, и там кучу пакетов достаю, которые пусты, достаю кучу коробочек каких-то тоже, которые пусты, и дохожу до одной маленькой вот такой вот коробочки, достаточно полноскольких. И замечалось все в том, что это было целью безопасности, потому что в этой коробочке находился белый рояль из кучи свернутых маленьких бумаги. Он открывается, натянуты струнки, сделаны клавиши, и он размером поместился у меня ладони. У меня даже где-то фотография есть в соцсетях, потому что я в Олье смотрю, и просто это зачаровывает. И на крышке такой красивый красный, черно-красный скрипичный ключ. Это просто, это браво. А кто подарил? К сожалению, не было указано, кто подарил. Но я надеюсь, что этот человек дальше продолжает этим заниматься, потому что просто это было восхитительно. У меня дома стоит в Сен-Аванте, я боюсь дышать. А тебе больше нравится получать подарки или дарить подарки? Спали какой-то повод. Потому что получить подарок от человека, которого я поздравляю за ображдение, это будет как-то странно. Поэтому и дарить мне подарки, и получать мне подарки. Я за обмен. За обмен. Если бы ты выиграл миллион, на что бы пошли эти деньги? Есть несколько вещей, о которых я мечтаю. Но я бы хотел, чтобы... Я бы хотел, чтобы... Это уже даже планировалось, поэтому... Я бы хотел продолжать обучение в боссомском университете джазового искусства. Это такое одно из первых. Второе. Я бы хотел поставить мюзикл. Купить себе маленький остров. Но я думаю, что мне понадобится чуть больше. А как ты считаешь, есть ли настоящая дружба в шоу-бизнесе? Или считаете, это конкуренция? Думаю, что никакая работа настоящей дружбе не помешает. Но в шоу-бизнесе главное... Самое главное, это больше даже не воевать. Чем? Можно не дружить, но главное не воевать. А в настоящей дружбе вообще нет никаких преград. Мы очень со многими ребятами с проекта дружим. И вот Леся, и Матакола, Ира Василенко, и ПЖ, и Артур Ларга. Мы очень часто пересекаемся, заваниваемся. Со странами участия по-веселимся. Это, наверное, самое главное. Смотри, если бы тебе поступило предложение поучаствовать в таком шоу, например, как «Америка Найдл» или наподобие, да? Ты бы поучаствовал или все-таки? Конечно, конечно бы поучаствовал. Не смысл отказываться от каких-то предложений, тем более, когда это... Ну, в любом случае, новый опыт, что-то интересное, просто яркие новые впечатления. Жизнь тогда, надо пробовать. А если бы тебе поступило предложение записать дуэт с рэпером? Это мог быть зарубежный или мог быть российский рэпер, украинский? Я бы с удовольствием попробовал, да? Да, с удовольствием попробовал. Я часто встречаюсь с друзьями, с разными. Мы там, бывает, даже с рэбэнами как-то пересекались, просто джемили. Сам творческий процесс джем, импровизация полная, которая иногда приводит к каким-то творческим хорошим тандемам, которые потом в будущем даже выходят в свет. Поэтому не исключено, что такое случится в моей жизни тоже. То есть ты не против дуэтной работы, правильно? Не только дуэтной, да? Нет, это очень интересно. Это обмен опыта. Это круто, когда за место идет какой-то проект. Это очень здорово. А как ты поднимаешь себе настроение? К счастью, оно не опускается, я оптимист. Ну, бывают, конечно, нотки грузики. Но знаете, у меня всегда есть возможность взять машину, поехать на море, посидеть, посмотреть на море, вдохновиться. И понять, что все хорошо. Но есть еще такие две классные вещи. Есть звонок другу, когда я звоню, допустим, Артуру, или помощь зала, а тогда я вызываю рэбэнов. Каким ты видишь себя через 10 лет? Я вижу себя успешным, счастливым. И все, у меня отлично. А на какую сцену мира ты бы хотел выйти? Я бы с удовольствием хотел бы выступить в Сидней, в зале Сиднейском. Там очень красиво, такой амфитеатр, просто мега. Я всегда когда смотрю, мне интересно, что там происходит, какой там звук, какая там акустика. А тебе что ближе, когда артист, допустим, выступает шоу, фонари, софиты и так далее, шоу-балет, или все-таки тебе ближе акустическая версия? Акустическая версия это всегда очень интересно, потому что тогда именно идет немножечко больше обработка, и такой именно идет очень мягкая, очень чувственная музыка. Но мне очень нравится, когда идет процесс. Вот, например, в программе с мюзиклами, которую мы сейчас готовим, это очень интересно, когда происходит очень много всего на сцене. Это картинка, это круто, когда играет свет, когда танцует балет, когда есть бэ-бокал, когда сцена полностью наполнена, тогда просто идет другая музыка. Поэтому сравнивать акустические концепты и какие-то большие концертные программы, допустим, которые были у нас на проекте со всеми всякими разными видеорядами, это просто несравнимые вещи, потому что везде цена что-то свое. А были ли на выступлениях у тебя какие-нибудь казусные моменты, которые тебе больше всего запомнились? Смешные казусные моменты? Я везунчик, да, и поэтому у меня что-то всегда происходит. Когда-то на выступлении давно у меня прямо во время концерта начали за кулисами взорваться почему-то огнетушители. Иногда бывает, я просто выхожу сценариями, и они просто почему-то не работают, хотя все отстроено, был саунд-чек, хорошо проведен, то есть все готово, но почему-то они отказывают. Ну, главное не теряться, просто их снять, работать дальше. Бывает такое, что музыка просто не запускается в начале выступления почему-то, потому что это техника, техники нельзя доверять. доверяйте людям. И в этот момент микрофон, слава богу, работает, я начинаю просто делать музыку прямо сейчас, пока сделаю, пока приведу в порядок аппаратуру. У тебя есть какой-то ритуал, например, перед выходом на сцену? Ритуал. Ритуал. Разбивка, саунд-чек. Но главное, что сцена это, сцена это очень такое, это важное место, туда просто так, ну, я не могу прийти туда просто так. Поэтому я всегда, я всегда здоровался. Потому что это вот то место, которое, которое нужно любить, которое нужно уважать, и нужно хорошо от этого относиться. Угу. И пожелания всем зрителям, которые будут тебя смотреть. Я желаю вам мира, мира в вашем доме, мира в вашем сердце, и, конечно, классного лета. Субтитры сделал DimaTorzok